Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И это видео я прошу вас рассматривать в большей степени как шутливое. В то же время вы знаете, в каждой шутке есть доля правды. Ни для кого не секрет, есть такое великое высказывание великого русского писателя, по всей видимости Гоголя, хотя идут споры, может быть это высказывание принадлежит Салтыкову Щедрину, но звучит оно следующим образом. У России две беды, дураки и дороги. Как я уже говорил, это, в общем-то, наверное, это Гоголь, но есть спор по этому поводу, неважно. Кроме того, великий русский историк, на мой взгляд, хотя это несколько спорно, с его государством российским, историей государства российского Карамзин, сказал следующее. Если б я захотел одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать, воруют. Эта ситуация как первая, так и вторая актуальна и для начала 21 века. На дворе у нас сегодня 2020 год. И, соответственно, это как никогда актуально. Эти все вещи, связанные с коррупцией в нашем государстве, с властью и так далее. Это все актуально, вот эти два момента. И, надо признаться, они не только не нивелируются в нашем обществе, в любых вопросах, будь то политика, медицина, образование, в других каких-то моментах и вещах, но, тем не менее, значимы на данный момент. Я бы тоже хотел, я не претендую на великость и какую-то супер-пупер гениальность. Хочу внести свою лепту небольшую по этому поводу. Буквально несколько прошедших дней, может быть, 3-4 дня, натолкнуло меня вот на такую мысль. Чем можно охарактеризовать Россию на данный момент с точки зрения психики, не психологии даже, а психики, прежде всего, современного общества, то есть, в целом, нашего российского общества, мира, так и отдельно взятых его представителей. Опять же, повторюсь, будь то в политике, в экономике, в медицине, на местах, где угодно. И эта фраза звучит следующим образом. Слабоумие и отвага. Если вы попробуете в течение нескольких часов, дней, думать о том, что вы видите и слышите вокруг себя, с точки зрения, относя это к двум этим словам, или же слабоумию, или же отваге, а, скорее всего, одно вытекает из другого, то вы поймете, что это на самом деле так оно и есть. То есть, если во времена Гоголя, Салтыкова, Щедрина, дураки и дороги, то сейчас ситуация, наверное, у Карамзина это воруют, то сейчас ситуация трансформировалась с моей точки зрения, как происходящего вокруг меня, некое слабоумие и отвага, отсутствие размышлений, такое ощущение, что люди перестали думать, ЕГЭ у нас всякие, то есть, происходят там образования, ну и, в общем-то, общий уровень населения падает, и, соответственно, какая-то безудержная, безумная отвага во всем. В любом деле, мне кажется, можно найти или то, или другое, а, скорее всего, и то, и другое вместе. Мы живем в мире причинно-следственных связей, что из чего вытекает, трудно сказать, то есть, из слабоумия вытекает ли наша отвага, или же из нашей отваги безумной вытекает это самое, ну, уже в самом словосочетании безумная отвага, да, то есть, уже прослеживается момент слабоумия, некая такая безалаберность, поверхностно облегченное отношение к действительности, героизм, граничащий с безумием, вот то, что я понимаю под словосочетанием современной, современную Россию можно охарактеризовать как слабоумие и отвага, в этом наша беда. На этом все, благодарю вас за внимание и удачи вам!